Судя по всей доступной мне архитектурной информации, 14-й корпус Кремля, сооруженный в 30-х годах, сооружение ничем не примечательное, и от его полного сноса Кремль ничего не потеряет, а только выиграет. Так же, как выиграл от сноса конногвардейских казарм, даже при том, что на месте этих казарм выстроен дворец съездов, очень плохо вписывающийся в архитектуру Кремля. Конногвардейские казармы вписывались в нее ничуть не лучше. То, что на месте этого 14-го корпуса будут восстановлены монастыри, это, я думаю, для облика Кремля как исторического памятника полезно. А то, что большая часть администрации президента будет теперь сосредоточена в одном месте, это, я думаю, благотворно скажется на организации взаимодействия между звеньями этой администрации. Так что, мне кажется, от этого решения президента в накладе не останется никто.